Добрый вечер, друзья мои! Репортаж из домика у реки. Сегодня на ужин. Хозяюшка домика будет печь какую-то вкусняшку. Предоставляю ей слово. Мы сегодня будем печь немецкий пирог. Называется Рибелькухе. Какие ты знаешь? Я пеку часто этот пирог, потому что нравится. Нежный, воздушный. Столько всего тут наставила. Здесь же готовится тесто, потом помадка и крошка. Я приготовила. Здесь нам нужно 350 грамм муки. Потом здесь вот я уже 75 грамм молока. Потом 3,5 грамма дрожжей сухих. Немножко сахара взяла отсюда, где с нормы. И муки. И уже вот дрожжи у меня активировались хорошо. Уже прям поднимаются. Потом, значит, здесь у нас 25 грамм сливочного масла. А я растопила для теста. 200 грамм сметаны. Одно яйцо. А вот сметана. Вот это, да? Одно яйцо. 75 грамм сахара. Но я взяла немножко для дрожжей питания. Пол чайной ложки соли. Потом 7 грамм разрыхлителя. И... Это ты вот все на это блюдечко все положил, да? Разрыхлителя. И 75 грамм... Да, вот я положила. 75 грамм сахара. Сахар, соль и разрыхлитель. Да, да. Разрыхлитель. И еще здесь у меня пол столовой ложки крахмала. Ну, я кукурузным пользуюсь. Вот. Разрыхлитель. Ну, это все будет у тебя под видео. Рецепт я напишу. Ты потом выпустишь. Ну, вот все. Сыпучее все я ссыпаюсь. Так ты часто это делаешь? Часто, да. Ну, зимой особенно. Ну, это правильно пирог или это булочка или что? Нет, это пирог. Без начинки. Без начинки. Просто он весь такой, ну, вкусный. Вообще немецкая кухня, она как бы основана, вот, много всегда масла сливочного, вот, непосредственно. Потом сметана, очень много сметаны они используют. Ну, вот, такое сытное, хорошее. В общем, ты хочешь, чтобы я сегодня конкретно выгодилась из-за стола? Ну, почему нет? Покушала. Так. Здесь мы выливаем растопленное масло. Вот, тоже еще толком. У нас. Ну, то есть все сюда. Так, ну, наверное, этот у нас со стакана вылезет. Дрожжи активировались, молочко тепленькое. Опять граненый стаканчик. Ну, ты говори, а то у тебя прям тут. Да. Так. Сметана. Сметана. И сюда же яйцо. Я еще использую, ну, беру, ну, беру ванильный, ванилин. Вот. Ну, ванильку, в смысле, берешь? Ну, ванилин, вот, да. Вот этот вот. Ну, мне нравится. Хотя, вот, кто был один, использую. Да все это химия, все. Ну, не знаю, мне нравится запах ванили, корицы. Всегда, если яблоко, то это корица. Вот. Вот. И замешиваем такое вот тесто. Все продукты должны быть теплыми. То, что от мучного там поправляются, вполне. Конечно. Ну, это беспокоит тебя. Ну, все должно быть в норме. Меня как-то не очень беспокоит. Куда деваться. Ну, это вот само тесто должно быть, как бы, не крутое, а жидкое. Что молчим? Давай что-нибудь разговаривать. Ну, рассказывай. С вами подписчикам. Ну, венчиком тоже, но не пробьешь его. Может, надо было в машине. Ну, ничего. Раньше машины не было. Все вручную все делали. Вот, и мы тоже. Расскажите, тебе нравится жить в поселке? Ну, вот, в станице, грубо говоря, так, в кубанской нашей. Ну, поселок сейчас называется. Ну, как-то мы не привыкли жить в городе. Может быть, если бы пришлось бы, то мы уже потяжели. Ну, так мы все время в сельской местности такой живем. Так что, а наш отдаленный гарнизон, вспоминаешь, у Чаральски? И вспоминаем, конечно. Так, ну что, у нас тесто вот прям пориское, хорошее такое. Так, мы его пока немножко оставим. Пускай немножко отдыхает. Ну, вот, вроде бы однородная масса. На сколько минутах? Ну, немножко. Но мы сейчас все равно будем сразу же пером делать. Сейчас оно пускай отдохнет. Сейчас продолжаем. Так, продолжаем здесь. Теперь мы помадку делаем. Для этого нам надо... Помадку? Да. Для этого нам надо 50 грамм сахара. Ну, это вот столовая ложка. Это 25 грамм. Угу. Да, я как формацев знаю. 50. Потом... Разрыхлителя тоже. Здесь идет 7 грамм разрыхлителя. Ты примерно знаешь, сколько это, да? Ну, я отмерила. Потом, значит, здесь идет у нас 35 грамм сливочного масла, растопленного. Сливочное масла, сметана. А сметана у нас идет 100 грамм. 100 грамм сметаны. 100 грамм сметаны. Так. И яйцо. Так. Так. И яйцо. Сверху идет помадка. Так. Сверху идет помадка. Ну, тут она будет такая у нас пушистенькая. Вот уже реакция идет, потому что у нас сметана кислая. И реакция. И я положила разрыхлитель. Сейчас муку положу, ну, немножко, немного мы сейчас будем смотреть. Вот я буквально вот так вот. Чуть-чуть. Ну, тут полторы ложки даже у нас получилось. Чтобы она была такая. Сейчас она разойдется. Мука. Хорошо. Вот это еще что будет. Ну, это будет у нас, сейчас я объясню. Это у нас будет крошка. Штрейзерская крошка. Может, слышала. Раньше булочки были. Так, это тоже. Ну, я понимаю, такие булочки присыпаны такими, как кругленькое, да? Ну, крупинками. Ну, это будем мы руками. Здесь у нас, значит, идет 150 грамм муки. 100 грамм сливочного масла. Ну, довольно-таки оно просто полежало теплее. Ну, как в комнатной температуре. И 50 грамм сахара. Это мы делаем крошку. Штрейзерская. Вот. Мы растираем ручками. Не боимся. Ну, я думаю, наши подписчики, кто нас смотрит, не посчитают это как бы большим нарушением, что ты делаешь все без перчаток. Мы делаем как бы для своей семьи, для себя ты делаешь, правильно? Я считаю, что не обязательно одевать перчатки. Конечно. Зачем перчатки? Это вообще пить и желательно, чтобы... Вообще пить и не все одеваются. Да. Нет, просто я знаю, иногда там люди пишут комментарии, но, по крайней мере, мне на моем канале еще таких не писали, но я читала у других отзывов. Вот там работали в перчатках, да? А я считаю, что дома... Ты знаешь, перчатки, во-первых, когда готовить, все равно же моешь руки. По-любому. Я, например. У меня нет маникюра на руках, ногти короткострижены, и у меня нет колец на руках. Вот это самое главное. Еще когда учились, это у нас, конечно, учились, чтобы не было ничего лишнего. Ну да, это же твоя профессия. Вот. И лак не должен быть лаком покрыты, руки. Ну, у нас с тобой похоже, потому что я же фармацевт. У нас тоже, когда я работала вот именно на изготовлении лекарств, то есть разных там порошочков, мазей, я прошла весь этап этот, как бы, с самого начала фармацевтический. Нам тоже не разрешалось иметь, ну, ногти большие, нельзя было красить их лаком. Да, лак может отколоться от ногтей, также попасть в пищу, это запрещено. А руки, естественно, быть надо перед приготовлением любого блюда. Так, ну что, сейчас я руки помою, пока перерывчик будет продолжить. Небольшой перерывчик. Руки помою. То процесс продолжается. Да. Хочу показать вот эту форму. Эта форма терракотовая, ну, то есть и глиняная. Вот, очень красивая. Мне нравится она. Хорошая. Выпекается тоже замечательно, прекрасно в этой форме. Из-за того, что, конечно, нагрев хорошо идет. Ты ее из Германии привезла? Нет, это подарила твоя дочь, семья твоей дочери, мне, когда вы приезжали. И я вот ей пользуюсь, но мне очень она нравится. Запекать вот все, вот пирог, это вот сейчас я испеку. И очень мне нравится. Так что, если есть возможность, покупайте такую форму. Железное это одно, а вот все-таки глина. Видишь, какой хороший подарочек тебе сделала племянница. Глина, она вообще супер. Так, это у меня бумага специальная, чтобы не было пирог. Хорошо вытаскивать. А помнишь, раньше были времена, этот пергамент не достать было вообще. Она мама привозила с кондитерской фабрики всегда. Она ездила за конфеткой. Ну и дядя у нас работал, там, где у них талька это была. Так, вот наше тесто. Вот оно прям, видите, такое пористое, хорошее. То есть работают дрожжи. И я положила сюда разрыхлитель. Вообще хорошо действует всегда. Пушистое тесто и с разрыхлителем на дрожжах. Делается вообще бесподобное. Вот мы теперь все это выкладываем. Сейчас я уберу и ты покажешь. Буду распределять по всей форме. Пышненькое такое, да? Да, мне очень нравится. Вообще, немецкая кухня, сытная такое. Ну, я уже повторюсь. Они много всегда употребляют сливочного масла. Много сметана всегда у них, вот, тесто всегда у них на таком вот состоит. Такой состав. А это их, ну, это вот, как называется, штрудель, штрудель. И штрудель я тоже делаю, может, развод с тобой и сделаю. Я делала штрудель, мне тоже очень нравится. Штрудель. Так, мы распределяем все это по форме. Вот так вот. Еще сейчас вспоминаю. Не вспомню, какой-то тоже есть их известное блюдо. Мы когда ездили в Казахстан с крот с свинником, с мишином. Они сейчас в Германии живут. У нас они очень, хозяйки хорошие. Всегда у них вот эта семейственность, праздники все у них семейные. Ну, как бы, молодцы. Тесто тянется, только ничего. А вы когда служили в Германии, вы с немцами дружили или нет? Нет. Только в своем гарнизоне, да? Ну, мы боялись, запрещалось, как бы, все-таки, чтобы всякого не разрешалось, я думаю, может. Ну, да. Хотя были у нас, которые служащие. А вечера там, дружба там, чего-то не устраивалось такое, ничего. Ты знаешь, может и было как-то мы... А, подожди, расскажу. Мы ездили в Бойценбург на праздник, как урожай или как-то вот такое вот было. Ну, там они молодцы, отдыхают по полной. Они, эти колбаски, сосиски, вот, жареные на костре, на мангалах, пиво рекой. Ну, вообще, для нас, конечно, живших в Советском Союзе, приехавших с Советского Союза, было это, конечно, очень удивительно и необычно. Ну, ничего, понравилось очень. Там еще старая мельница у них была, она как музей сейчас. Скажи моим подписчикам, где ты жила в Германии? У меня есть Вероника с Володюшкой, как она называет своего мужа из Германии. Я на них подписана и мы общаемся. Служили и жили в городе Пимплин, это восточная Германия. Там где-то примерно 60 километров от Берлина к северу. У нас большой гарнизон был, большой аэродром. Так, вот. Какое у нас тесто получилось. И все это мы заливаем вот это тесто. Вот Вероничка, моя подписчица, видишь? Моя сестричка тоже готовит вкусный пирог. Такой вот вам с вашим супругом, своим супругом привет. Наш кубанский немецкого пирога. Очень мне нравится этот пирог. Вот он заливается. И теперь мы его присыпем вот этой крошкой. Штрезерская крошка. Вкусно, сытно. Да, я уже думаю, что это будет вкусно. Будет замечательно. Не то, что вкусно. Да, в этот раз я приехала. И что только тут у тебя не пробую. Ну, как же. Друзья, хочу напомнить вам, что смотрите на моем канале и блюда из фасоли, и чесночный хлебчик, и зеленый кубанский борщик, и... И что там? Цепелины. А, да, да, да. Прибалтийское блюдо, цепелины, картофельные зразы. Так что, кому интересно, как бы кухня, приготовление блюд моей сестрички, смотрите на моем канале ее рецепты. Очень все вкусно. Ну, все, теперь в печку. В печку, в духовочку. Вот, отправляется этот прекрасный пирог в духовочку. Покажу, какой он будет красивенький. Ну, вот, испекся наш пирог. Смотрите, какой он замечательный. Мягкий. Сейчас даже покажу вам. Пушистый. Пахучий, ароматный такой. Вот. Сытный, такой сливочный запах. Вкуснота. Ой, вкуснота. Да, ну, покажем в разрезе. Ну, что, мои друзья, хочу сказать вам. Пожелайте нам приятного чаепития. И мы вам от всей души желаем, если вы приготовите такую вот себе вкусняшку такую, то пейте чай с удовольствием. Всего вам доброго. Всего хорошего. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова